Возьмем действительно вот такие три ключевые точки, да, 98, 2008 и 2014 год. Значит, ну, безусловно, конечно, логичнее сравнивать 2008 и 2014, потому что оба этих года, конечно, от 98, на мой взгляд, отделяют практически пропасть, а пропасть – это фактически другая экономическая система, в которой мы сейчас существуем. Хотя по-прежнему со своим большим количеством недостатков, но не с тем, что было в 98 году. Поэтому вот я некоторые такие сопоставления на цифрах провел, но они выглядят именно вот как сопоставление 2008-2014 годов. Значит, какой бы центральный тезис я бы здесь вынес. А, безусловно, совершенно верно, что не курс играет ключевую роль в стимулировании экономического роста. Хотя, по всей видимости, некоторую роль он все же играет. Но курс в нынешних условиях российской экономики, как, впрочем, и во многих других странах с формирующимися рынками, это очень значимый показатель, на который, конечно, ориентируются в своих ожиданиях многие экономические агенты. И это то, что, в общем-то, по сути дела, как бы формально выпало из политики регулятора в 2014 году. Центральный банк перешел к свободно плавающему курсу рубля официально в конце 2014 года. И вот в этом, кстати говоря, ключевое его отличие от той политики, которая проводилась все годы, практически начиная с 1995 года. Даже после 1998 года, а там при всем резком падении, Центральный банк так или иначе неявно возвращался к регулированию валютного курса рубля. И еще раз повторюсь, делал это до 2014 года. Вот в этой же связи я бы и поставил, опять же, пока как поставил только вопрос о вот этом вот заявлении Министерства финансов. И, по сути дела, о каких-то формальных инструментах воздействия на курс с конца 2014 года. Были, да, извиняюсь, был, конечно, такой короткий период интервенции весной 2015 года, когда ЦБ покупал валюту. Но с середины 2015 года он это делать прекратил, и мы видим, что и сейчас эти действия не принимают форму каких-либо действий Центрального банка. Между тем, в общем-то, вопрос такой, на мой взгляд, ключевой, это то, а какие вообще инструменты могли бы быть использованы в эти три периода. Мы знаем, что было использовано в 1998 году, в 2008, но там во многом резко изменилась конъюнктура достаточно быстро. И что произошло в 2014, когда, по сути, почему мы до сих пор это объясняем, спад 2014 года, он длится фактически до сих пор. То есть мы находимся в затяжном кризисе, и это, конечно, отражается и на колебаниях курса рубля. И курс рубля, на мой взгляд, сыграл здесь свою негативную роль. На мой взгляд, что, безусловно, вмешиваться в динамику валютного курса нужно, потому что в условиях как раз его свободного колебания сейчас в значительной степени он определяется спекулятивными факторами. На самом деле ситуация в России не такая уж плохая. Там, скажем, в Польше сейчас реально эффективный валютный курс ниже, чем в России на конец 2007 года. Хотя Польша – это пример как раз страны свободной, одной из немногих. Всего три страны применяют режим при режиме инфляционного таргетирования, применяли свободно плавающий валютный курс. Это Мексика, Чили и Польша. И вот с недавних пор это еще и Россия в такой тяжелой ситуации присоединилась к ним. Россия отличается, конечно, большой очень волатильностью. Это видно очень хорошо на графике. И уже сегодня говорилось о том, что инвесторы, конечно, обращают внимание на волатильность валютного курса. И в этом смысле, видимо, не сглаживая эту волатильность, конечно, мы будем иметь худший результат. То есть мой основной, еще раз, мой основной посыл заключается в том, что, безусловно, денежные власти должны обращать внимание на регулирование валютного курса. Продолжение следует...